ВИКТОР ОРБАН ВИКТОР ОРБАН ВИКТОР ОРБАН ВИКТОР ОРБАН Первое. Гибридный режим представляет собой авторитаризм на новом историческом этапе. Известно, в чем разница между авторитарным и тоталитарным режимами. Авторитарный режим поощряет в гражданах пассивность, тоталитарный – мобилизацию. Тоталитарный режим требует участия. Кто не марширует и не поет, тот не лоялен. Авторитарный режим различными методами убеждает подданных оставаться дома. Кто слишком бодро марширует и слишком громко поет, тот на подозрении, вне зависимости от идеологического содержания песен и направления маршей. Второе. Гибридные режимы заводятся в основном в ресурсных странах, иногда называемых петрогосударствами, хотя жизнеобеспечивающим ресурсом не обязательно является нефть. То есть это режимы, которым деньги достаются даром и не от трудонародного, а от природного ресурса. Население им только мешает и создает дополнительные риски в заветной мечте гибридного режима – несменяемости. В сердце режима та самая мысль, которую в России приписывают почему-то Маргарет Тэтчер. Хорошо бы иметь икс граждан для обслуживания трубы, скважины, шахты, а остальные бы куда-нибудь подевались. По этой причине режим опасается любой мобилизации. Третье. Западные исследователи, назвавшие гибридный режим нелиберальной демократией или электоральным авторитаризмом, обращают внимание на одну его сторону – на декоративность его демократических институтов. В гибридных режимах проходят выборы, но власть в результате их не меняется. Есть несколько телеканалов, но все они говорят одно и то же. Существует оппозиция, но она никому не оппонирует. Значит, говорят западные политологи, это все декоративная мишура, под которой скрывается что? Старый добрый авторитаризм. На самом деле гибридный режим является имитационным в двух направлениях. Он не только симулирует демократию, которой нет, но и изображает диктатуру, которой тоже не существует в реальности. Легко заметить, что демократический фасад сделан из папье-маше. Труднее понять, что сталинские усы тоже накладные. Трудно это еще и потому, что для современного человека точечное насилие и низкий уровень репрессий – морально сомнительные термины. Мы живем в гуманистическую эпоху. Нас ужасают человеческие жертвы, по европейским понятиям XX века – ничтожные. 4. Гибридный режим старается решить свою основную задачу – обеспечение несменяемости власти относительно низким уровнем насилия. Он не имеет в своем распоряжении ни морального капитала монархии, ни репрессивной машины тоталитаризма. Нельзя развернуть то, что называется маховиком репрессий без активного участия граждан. А граждане гибридных режимов не хотят ни в чем участвовать. Характерно, что государственная пропаганда в гибридных режимах не дает мобилизующего эффекта. Она объединяет граждан по принципу пассивности. Посмотрите на российские 87%, которые одобряют все – от военных вторжений до продуктовых санкций. На вопрос «одобряете ли?» они отвечают «да». А что они при этом делают? Ничего. Они не записываются в добровольческие батальоны, не ходят на провоенные митинги, они даже на выборы не особенно ходят, отчего гибридному режиму приходится бесконечно заботиться о ложной явке и фальсификации результатов. Из политически обусловленных активностей за ними замечены только съем денег с банковских счетов и перевод их в доллары, а также закупка сливочного масла. Пропаганда с головокружительной эффективностью формирует мнение именно тех людей, чье мнение не имеет значения, не потому что это какие-то плохие второсортные люди, а потому что их мнение никак не коррелируется с их действиями. Они могут обеспечить власти одобрение, но не поддержку. На них нельзя опереться. Пятое. Режим понимает своим рептильным мозгом, что в данном случае не ругательство, а нейрофизиологический термин «рептильный мозг» отвечает у нас за действия в случае опасности, что 87% одобряющих не являются субъектами политического процесса, а единственное, чье мнение имеет значение, это активное меньшинство. Этим объясняется парадокс законотворца. Почему власть, располагающая, казалось бы, сплоченной всенародной поддержкой, никак не пользуется этой поддержкой, а принимает все новые и новые законы репрессивно-оборонительного содержания? Принятые законы имеют целью нащупать это активное меньшинство. Наверное, у них есть второе гражданство? Или они как-то связаны с общественными организациями? Или они блогеры, ходят на митинги? Или хоть любят курить в ресторанах? Как их нащупать и придушить? Не слишком, а слегка. А еще лучше убедить, что они ничтожные отщепенцы, и хорошо бы им уехать. Гибридный режим никогда своих граждан не удерживает, напротив, поощряет активное меньшинство к отъезду. Шестое. Гибридные режимы довольно устойчивы и живучи. Они пользуются преимуществами почти рыночной экономики и частично свободной общественной среды, и потому не разваливаются за утро, как классические диктатуры. Это следует принимать во внимание как ожидающим ремейка развала СССР, так и ожидающим его внезапного возрождения. На 16-м году правление удариться об пол и обернуться бравым фашистам так же затруднительно, как убиться об стену и возродиться лучезарным либералом. Из этого не следует, однако, что гибридный режим стабилен. Он жаждет стабильности и ради нее готов на любые потрясения. Корень этого кажущегося противоречия лежит в механизме принятия решений. Кащеева игле гибридного режима. Последовательно отрезая и забивая мусором все каналы обратной связи, режим вынужден действовать во многом на ощупь. Для связи с реальностью у него остается телевизор, разговаривающий сам с собой. Элиты, подобранные специально по принципу некомпетентности, и внутреннее чувство вождя, чье сердце должно биться в унисон с сердцем народным, но за долгие годы пребывания в изоляции склонно рассогласовываться и биться в каком-то своем ритме. Поэтому режим постоянно угадывает, какое его действие или бездействие будет приемлемо для внешней и внутренней аудитории. А когда ошибается, предполагая, например, что от шага Х произойдет потеря лица, а от шага У, наоборот, не случится дурных последствий, то никаких рычагов исправления ошибки у него нет. Гибридный режим заднего хода не имеет. Он устойчивый, но не маневренный. Седьмое. Надо понимать, что само появление имитационных демократий — это не результат порчи демократий не имитационных, а плод прогресса нравов, который уже не позволяет применять насилие так широко и беспечно, как это было принято еще 50 лет назад. Если лицемерие — это дань, которую порог платят добродетели, то имитация — это налог, который диктатура платит демократии. Все сложно в гибридном режиме, но сложнее всего процесс принятия решений. Со стороны кажется, что чем меньше демократии, тем меньше ограничений и согласований, тем быстрее стальная стрела верховной воли долетает до сердца исполнителя. В реальности все обстоит с точностью да наоборот. Чем ниже влияние легальных политических институтов, тем сложнее механизм разработки и принятия любых решений, и тем ниже процент их выполняемости. Есть классическое изображение политической системы по Дэвиду Истону — американский политический теоретик. Система представляет собой черный ящик, в который с одной стороны входят разнообразные векторы общественных запросов. Внутри происходит процесс принятия решений, и наружу выходит уже один вектор — политическое решение, чаще всего в виде правового акта. В противоположном направлении от решения к запросу идет вектор обратной связи, которая, в свою очередь, образует новый запрос. В гибридном режиме все хитрее. Никакого входа для общественных запросов в ящики не предусмотрено. Но отдельные группы интересов пробрались внутрь и там закрылись. Представьте, что у вашего компьютера все USB-порты замазаны глиной, но при этом он принимает радиосигналы посредством накладного кокошника из фольги. Наружу из него выходит не один вектор, а несколько разнонаправленных сигналов. Процесс притворения множества воль в единое решение, который должен происходить внутри системы, происходит чаще всего постфактум. Как у некоторых насекомых бывает внешнее пищеварение, так у гибридного режима имеется нечто вроде внешней корректировки принятых решений. Он нужен, поскольку никакого способа узнать заранее, чего именно хотят люди, как они отреагируют, каковы будут последствия принятого решения, выполнимо ли оно вообще, не существует. Как это выглядит на практике? 6 августа выходит указ президента о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ. Он носит самый общий характер, в нем не указываются ни санкционированные страны-производители, ни запрещенные продукты, ни строгость запрета, запретить или ограничить. Указаны только срок, год, товарная группа, продовольствие и объекты, страны, принявшие решение о введении санкций. Позже мы увидим, что одно из этих условий соблюдено не было. Все детали должно определить правительство в своем постановлении. Это первый этап процесса, политическое решение, или, точнее, политический сигнал. Далее его предстоит расшифровать на более низких ступенях властной пирамиды. Для чего это делается? Как ни странно, для того, чтобы вывести первое лицо из-под ответственности. Тоталитарные режимы чаще всего бывают персонализированными, что называется вождистского типа. Тот же фюрер-принцип по аналогии приписывают и авторитарным, и гибридным образованиям. Между тем, это не совсем так. В гибридах происходит как делегирование ответственности наверх, что начальник скажет, так и будет, так и распыление ее вниз, на все более низкие уровни исполнительной власти. Если что, мы ни при чем действовали по инструкции. Вопреки распространенному мнению, российский политический режим гораздо менее персонализирован, чем, например, у нашей республики-сестры, Венесуэлы. Почти полностью отсутствует то, что в начале 90-х называли указанным правом, когда значительная часть правовых актов исходит от первого лица. У нас и указы рамочные, и законы во многом рамочные, а важнее всего ведомственная инструкция. 7 августа выходит разъяснительное постановление правительства. В нем перечислены запрещенные продукты по таможенным кодам и страны, попавшие под запрет. Одна из них — Норвегия. На тот момент никаких санкций против РФ не вводила. Она присоединится к ним позже. Есть большой резон полагать, что Норвегию, крупнейшего поставщика свежей и мороженой рыбы в Россию, вписали ради интересов некоего российского рыбного холдинга с приближенными к центру принятия решений собственниками. Хотелось бы назвать это цивилизованным термином лоббизм, но это не лоббизм, а пародия на него. И вот почему. Когда решение принято и выходит на свет Божий, запускается третья стадия процесса. Начинается общественная реакция. Та, которая в здоровом механизме предшествует принятию решения и является его причиной. Общество чего-то требует, власть что-то делает. У гибридов все наоборот. Принимается некое решение, потом в срочном порядке подбирается ему пропагандистское обоснование. Понятно, что ни в концепцию свободной торговли, флагманом которой выступает ВТО, ни в концепцию протекционизма, которым в той или иной степени занимаются многие государства, в том числе члены ВТО. Рандомный запрет случайно выбранных продуктов на год не вписывается. И экономическая глобализация, и протекционизм, почтенные экономические теории и практики. В пользу и той, и другой есть что сказать. Но принятая мера, как говорится, не об этом. Поэтому были выдвинуты публичные аргументы, аннигилирующие друг друга. С одной стороны, заявлялось, что мера поддержит отечественного производителя. С другой, что запрещенные иностранные поставщики будут быстро заменены другими иностранными поставщиками. Принятое решение выходит из черного ящика и соприкасается с реальностью. Его надо как-то исполнять. Одновременно с белым шумом пропагандистской машины начинает звучать и, собственно, общественная реакция. Реакция потребителей, экспертов и заинтересованных групп. Понятно, что решение должно приниматься быстро и тайно, потому что любая открытость допустит к сакральному центру власти врагов и вредителей. Оборотная сторона этой быстроты и таинственности состоит в том, что нельзя узнать мнение ни экспертов, ни отраслевых специалистов. Выясняется, что под запрет попали, например, рыбные мальки, без которых тот отечественный производитель, который, казалось бы, пролоббировал запрет враждебной рыбы, сам не может жить и размножаться. Никто не подумал о том, что продукты без глютена и лактозы, необходимые для больных целиакии и аутизмом, а также спортивное питание и биодобавки, теперь тоже запрещены. Представители пациентских и родительских групп, входящие, например, в общественный совет при Минздраве, поднимают шум. Тоже делает спортивное лобби. Наступает четвертая стадия. Эрозия только что принятого решения. По сути, это та работа, которая должна быть проведена до его принятия. 20 августа правительство принимает новое постановление, в котором исключает из списка запрещенных продуктов безлактозное молоко, витамины, бады, рыбные мальки и семенной материал. Одновременно председатель правительства выразил надежду, что продуктовые санкции не продлятся долго. А еще через неделю вице-премьер Дворкович заявил, что они будут отменены по миновании угрозы национальной безопасности. Итак, при принятии решения не советовались, судя по всему, даже с экономическими министрами, но после его принятия прислушались даже к традиционно презираемому инструменту — петициям в интернете. Обращение участников группы «Целиакия» на change.org об отмене запрета на безглютеновые и безлактозные продукты набрало почти 50 тысяч подписей за три недели. Прислушивается ли власть к экспертам и общественному мнению? Исправляет ли власть допущенные ошибки? Вроде бы да, но не полностью, не сразу, не вовремя и никогда до конца. В отсутствии работающих механизмов обратной связи выработка грамотных решений невозможна, но и изоляция принимающих решения от общества неполная. На свой манер они пытаются уловить общественные настроения, исходя из часто искаженных, случайных, дурно понятых сигналов, попадающих внутрь черного ящика, обклеенного кривыми зеркалами. Мы описали решение, общая цена которого относительно невелика. Последствия продуктовых санкций сведутся к общему подорожанию еды, что повредит в первую очередь бедным, но не снизит их уровень потребления до критического. Но те же самые искаженные механизмы работают и при принятии решений о войне и безопасности. Постороннему наблюдателю кажется, что экономических министров не пускают к обсуждению экономических решений, потому что они подозрительные либералы, а с военными экспертами и начальниками все иначе. Увы, механизм принятия решений не может быть в одном месте сломан, а в другом внезапно эффективен. Он един для всех. Различается только цена решения. Система прочна ровно настолько, насколько прочно ее самое слабое звено. Всех интересуют прогнозы, но надо помнить, что торговля предсказаниями низший сорт интеллектуальной деятельности. Дело науки анализировать тенденции и делать на их основании выводы, а не раздавать билетики с точной датой, когда Ишак научится читать, а Эмир умрет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова